Звать меня Галина Николаева. Я бизнес-тренер и практикующий лидер. В компании более 20 лет. Свою структуру я построила на земле. То настали времена, когда нужно было выходить в интернет и понимая, что без этого никак нельзя. Пришлось осваивать. И так получилось, что я пришла в контакт и я, в общем-то, влюбилась в эту сеть. Я в ней вижу много возможностей. И вот сегодня я с вами постараюсь поделиться. Я не говорю, что у меня идеальная сеть. Я знаю, что очень много нужно еще делать и работать. И каждый раз открываются какие-то новые возможности. И даже вчера, когда я уже собирала вот эту презентацию, то я открыла для себя еще много чего нового. Что я еще не пробовала и что мне предстоит попробовать. Я проходила обучение по работе в контакте. И сейчас прохожу. Состою в одном клубе. Клуб «Импульс» называется. Там тоже вот именно это клуб в большей степени. Там очень много сетевиков. И мы как раз вот работаем в сети, в социальной сети ВКонтакте. Ну, об этом я буду вот сейчас уже вам рассказывать. И напишите, пожалуйста, кто сегодня с какими вопросами пришел. Что хочет получить от этой встречи. Чтобы я видела и могла сказать, что на какие-то вопросы сегодня вы получите ответ, а на какие-то это не тема сегодняшнего дня. У меня был такой запрос от наших директоров по развитию сети, что нужно вот буквально с самых азов. И поэтому сегодня я темой взяла «Личный профиль. Магнит для клиентов». Потому что действительно все начинается с личного профиля. И знаете, вот то, что работало, скажем, вчера, что-то уже сегодня не работает. Что-то появилось новое. Ага, в чем преимущество ВК? Анастасия, перед Инстаграм или в чем преимущество ВК? Значит, похоже на Инстаграм. Хорошо. Итак, мы с вами начнем. Нам нужно уложиться в течение часа. Я надеюсь, что это получится, хотя слайдов очень много. Напишите, насколько вам нужны именно настройки личного профиля. Мы с этого вот начнем. Как настроить личный профиль? Видите, вот здесь стрелочки. Если вы в своем профиле вот сюда подведете стрелочку, то здесь увидите шестереночки. Вот слева стрелочка красная. Вы увидите шестереночки. Возле каждого буквально вот что написано. Моя страница, новости и так далее. Будут шестереночки. Когда вы нажмете на шестереночку, то вы, значит, у нас вот два здесь. Это вот настраиваем меню слева. И можно вот здесь еще. Здесь тоже есть настройки. Настройка пунктов меню. Вы можете выбрать то, что вам нужно, чтобы отражалось. Что-то у вас уже будет, вот видите, менее так ярко выделенное. Да, там друзья, моя страница, новости, мессенджер. Это уже автоматически стоит. Остальное вы для себя выбираете. Что вам нужно, чтобы у вас было на виду, чтобы вам не искать где-то. И поэтому вы там просто ставите галочки. Вот, допустим, звонки, сообщества, фотографии я поставила. Следующий пункт меню, видите, есть основные и есть сообщества. Дальше вот здесь высветится, когда вы нажмете на шестереночку возле сообщества, у вас высветятся ваши сообщества, какие вы создали сообщества вот здесь, в вашей группе ВКонтакте. И вы выбираете, сколько вам нужно. Это тоже, значит, здесь будет, там можно два-три, ну три где-то до пяти, по-моему, даже. Но я сильно много туда не ставлю. Я ставлю два основные сообщества. Видите, у меня выделена сетевая карьера с Галиной Николаевой и женские секреты. Сетевая карьера здесь больше по бизнесу, женские секреты. Здесь уже мы делимся различными лайфхаками уже и здесь о продукции. Чем отличается личная страница от сообщества, я тоже об этом скажу. И следующее еще, видите, вот здесь вот избранные игры и приложения. Тоже нажимаете, и у вас открывается вот следующая, третья картиночка здесь. Здесь стоят приложения. Вы тоже, хорошо, вы здесь тоже можете, значит, выбрать сообщество, приложение. Какое приложение у вас будет видно. Вот у меня выбрано Сэндлер, это рассыщик сообщества. Вот, сюда можно загрузить приложение, оно раньше здесь стояло, сейчас его нет, дезертир. И, знаете, я хотела сказать, вопросики можете вот писать в вкладку «Вопросы», чтобы можно было потом не листать мне чат, а могла ответить на ваши вопросы, если я не отвечу на них в процессе рассказа. Когда мы нажимаем на колесико, вернее, вот где стрелочка справа, выбираем, там у вас высветится вот как справа, вот здесь смотрите, общая безопасность, приватность, уведомления и так далее. Это тоже настройки. Выбираем безопасность. И вот здесь особое внимание уделите вот то, что первое выделено. Сбросить подтверждение. Вот здесь стоит сейчас отключить подтверждение входа. Это в целях безопасности. Здесь нужно эту кнопочку обязательно нажать, чтобы у вас было подключено, подключены вот эти сбросы. Значит, кнопка должна стоять подтверждено именно. И привязанные устройства. Здесь вы можете привязать свое устройство. Здесь тоже это в целях безопасности. У меня есть просто такая инструкция, как проверить безопасность. Когда вы на эту кнопочку можете нажать, вы увидите, с какого устройства заходили. Потому что сейчас очень часто взламывают ВКонтакте. И поэтому вот это важно отслеживать. Потому что они иногда не сразу взламывают, да, а заходят, присматриваются, смотрят. И вы увидите, что здесь кто-то заходил не с вашего устройства. И вы его тогда просто удаляете, чтобы это не взломали вашу страницу. Дальше настройки приватность. Здесь вот моя страница. Здесь выбираете, кто будет видеть ваши фотографии, кто будет видеть список сохраненных ваших фотографий, кто видит список моих групп и так далее. Здесь вы выбираете либо вы, либо все пользователи. Вот это вы приватность такую выбираете. Записи на странице. Точно так же, видите, вот тут вы можете нажать. Только вы, либо все пользователи, либо друзья. Кто с вами может связаться. Ну, здесь все просто. Нажмете на кнопочки, выберите для себя. Истории. Кто может видеть ваши истории. Все пользователи, кто отвечает на истории и так далее. Это вот все настройки. Значит, общее. Это вот самое первое, да, настроить. Здесь тоже посмотрите внимательно и уже сделайте определенные ваши вот настройки. Для чего он нужен? Какова задача личного профиля? Личная группа или личный профиль – это ваша визитная карточка. Продажа вас как эксперта. Демонстрация бизнеса через личность. Вот это как никогда сейчас сверхактуально. Потому что ВКонтакте, когда личную группу, вот личная группа – это как раз для того, чтобы продать вас как эксперта, как личность. И здесь, когда мы продаем себя как эксперта в каких-то моментах, ну, в частности, как продукцию, да, не превращать личную группу в витрину продукции. Потому что очень часто можно посмотреть, погулять по ВКонтакту, и вы увидите сплошные витрины продукции. Так вот, для этого есть сообщество. Как раз сообщество – познакомить с собой, бизнесом, продуктом, доказать вашу экспертность и профессионализм, выстроить долгосрочные отношения с подписчиками, собрать свою целевую аудиторию, увеличить ее число. И, конечно, возможность рекламы. Вот смотрите, я поставила сюда такую картинку, и не случайно. Потому что вот то, о чем я сказала, что когда очень много шума, информационного шума сейчас очень много, и поэтому все кричат, да, со всех буквально, куча объявлений. На всех, зайди на любой этот, все кричат, купи лучший продукт, скидки, акции, звони срочно, бизнес без вложений, сделай это прямо сейчас, пиши в личку срочно, не переплачивай, начиваешь за бренд и так далее. И от этого шума у людей просто взрывается голова, и они закрываются. Это срабатывает безопасность, да, уровень нашей безопасности. И особенно сегодня, когда людям, знаете, важно, ну, наверное, вот в связи с обстановкой, которая сейчас, у людей на первый уровень вышли, вот если взять пирамиду Маслоу, это вышли физиология, да, еда и так далее, да, вот то, что обеспечивает нам жизнь. И, конечно, второй уровень, это безопасность, определенные гарантии безопасности. Поэтому вот это нужно учитывать, когда мы работаем. И важно вот на личной странице показывать вас как личность, не скрываясь за вот такими вот какими-то рекламными баннерами, скажем так, показывать себя как личность. Что важно для посетителя профиля, да? Для посетителя профиля, профиля, это вот в статусе мы пишем, кто вы и чем вы можете ему помочь. Вот это очень и очень важно, кто вы и чем вы можете ему помочь. Второй шаг по личному профилю, это, конечно, очень хорошие, качественные фотографии. Что будете транслировать при помощи фото? Что должен понять человек, который смотрит на фотографии? Но в отличие от Инстаграм, если в Инстаграм шли на картинку, то здесь фотографии играют важную роль, но большую роль играет именно контент. Мы об этом тоже немножко скажем чуть позже. Поэтому важно, чтобы фотографии были качественные. И поэтому важно вот сделать, допустим, фотосессию, да, фотосессия. А вот на аватарке, вот здесь, смотрите, аватарка, должна быть фотография, которая показывает вас, вашу какую-то открытость. Здесь важно показать, что, знаете, иногда ставят сюда разных собачек, кошечек и так далее. И поэтому, когда начинаешь проситься к тебе в друзья, ты смотришь собачка. Ну, какая собачка тебе там, значит, в друзья. Поэтому вот я показала, что вот крупным планом хорошо, когда фотографии и так далее. Значит, вот видите, качество фотографии должно быть. Неразмытые фотографии, отличия есть, согласны? Вот такая фотография, уже значительно приятнее смотреть и общаться с таким человеком. Или такая. Если вот такая будет, вы посмотрите, это у вас одни эмоции будут, одно восприятие. А если вот такая, это уже бизнес. Доброе утро. Еще пример. Тоже, сами понимаете, смотря что, человек как себя преподнотиет, да. Если человек говорит, что он занимается бизнесом, то, конечно, будет фотография справа. Это чтобы вы понимали, что аватарка, вот посмотрите, если поставить на аватарку вот здесь на фоне каменной стены, это одно восприятие. А если любую вот из двух других, особенно где с красным шарком, уже будет совсем-совсем другое восприятие. Поэтому вот аватарке нужно уделить особое внимание. Ну и теперь посмотрим, что вот здесь важно, да. Аватар. Я уже вам про это сказала. Здесь очень важен статус, потому что статус тоже, если погуляете, почитаете, посмотрите, статус должен говорить вот то, о чем я говорила, да. Кто вы и чем вы можете помочь человеку, который читает вашу страницу. Место работы. Вот дату рождения я ставлю только дату, год я не ставлю. Место работы вот здесь. У меня стоит мое сообщество «Сетевая карьера» с Галиной Николаевой. Сайт. Здесь у меня стоит ссылка на наш сайт, на регистрацию у меня тут ссылка, но она зашита под ссылку ВКонтакте. И фотографии. Фотографии могут меняться, когда вы новый пост публикуете, то фотографии эти меняются. Либо вы просто ставите, чтобы фотографии не менялись, тогда вот стоят, какие вы выбрали фотографии. Здесь можно сделать тоже как меняющееся меню, но это длинный разговор, и сегодня я его сюда не включила. Что здесь еще важно для вас? Обратите внимание, вот есть написано под аватаром, да, его можно редактировать. Нажмете «Редактировать» и можете другую фотографию поставить. Важна статистика. Статистика страницы. Что, когда она появляется, многие скажут, а у меня статистики нет. Вот статистика появляется, когда у вас в подписчиках вот здесь будет 100 человек. Тогда появится статистика. Я могу посмотреть, сколько человек у меня заходили, кто именно. Вот я знаю, что у меня больше всего на моем уже вот, чтобы писать и контент, и все, я понимаю, что больше всего у меня заходят женщины от 45 лет и старше. 35 тоже так есть, но 45 это вот от 45 прям очень-очень хорошо такое. Я могу посмотреть, откуда чаще заходят, из какого региона. Знаете, удивилась, вот зашла, смотрю, у меня из США, из Марокко, и откуда только нет, кто заходит и смотрит мою страницу. Кроме этого, здесь можно посмотреть вот такую статистику, сколько за день заходило. То есть вся статистика. И причем откуда они смотрят, с мобильного телефона, либо это с компьютера. Потому что это тоже важно, когда мы делаем и картинки, и значит это. Тогда мы уже смотрим, чтобы отступ от краев был, потому что иначе, когда начнут смотреть с телефона, обрезается и не будет видно. Вот, значит, это что касается. Ну и сразу я уже вот здесь скажу, вот смотрите, друзья и подписчики, да. Друзья и подписчики, здесь вот сейчас, ну не так давно, вот на последнем обучении нам сказали, что подписчиков должно быть больше, чем друзей. В друзей, потому что по-другому стала работать лента, умная лента. Значит, если вы даете рекламу, то она будет показывать эту рекламу тем, кто у вас вот в друзьях. А если у вас там не целевая аудитория собрана, то ваша реклама будет просто-напросто сливаться. И поэтому вот очень важно. Видите, я в свое время больше в друзья добавляла, а сейчас понимаю, что вот многих там мне нужно перевести, будет в подписчики. Но очень часто, когда просятся же в друзья, и очень часто, когда оставляешь в подписчиках, они просто уходят. И тогда это понятно, что человек зашел просто посмотреть, либо дать какую-то свою рекламу, продвинуть, потому что он видит друзей моих, допустим, да, и может каким-то образом повзаимодействовать с ними. Фотографии можно распределять по папкам, и какие-то папки можно скрывать, чтобы видели только вы. Понятно, говорю? Поставьте плюсики, пожалуйста. По вот этой части какие-то вопросы у вас появились, нет? Вот вторая, первая часть. Так, и теперь вот мы, вот здесь должно быть, Анастасия, да, больше должно быть подписчиков. То есть больше вот в друзья переводить уже, знаете, вот таких прям, ну, кто, с кем вы хорошо знакомы и так далее. Начало работы, шаг третий, это начало работы с позиционированием, потому что это, я сказала, вот в статусе, это очень и очень важное. Очень и очень важно, потому что иногда тоже читаешь, ставят просто какие-то выражения там интересные и так далее. А статус должен говорить о том, кто вы и чем вы можете быть полезны. Вот я просто здесь привела с тренинга, да. Вот первое, я помогаю, кто я, да, я помогаю людям делать то-то, то-то, чтобы они получали, ну, то есть не обязательно вот эти слова. Ну, вот, к примеру, я Татьяна Андреева или я, Галина Николаева, помогаю людям получать клиентов из интернета, чтобы они зарабатывали деньги и достигли своих целей и так далее. То есть вот статус должен быть максимально конкретным, кто вы и чем вы мне можете помочь, чтобы человек прочитал. И тогда вы уже вот под этот статус делаете все на своей странице, потому что, чтобы человек видел, вот зашел он на страницу, увидел ваши посты, и он понимал сразу, кто вы и чем вы занимаетесь. Вот такая картинка должна у него сложиться. Так, формула позиционирования еще раз, вот, да, вот посмотрите, кто я, формула позиционирования, то есть вы именно от своего, что я делаю, чем могу помочь. Сюда мы смотрим вот свою целевую, почему важно знать свою целевую аудиторию, сейчас я об этом тоже скажу. Потому что тогда вы решаете их проблемы, вы показываете решение их проблем и способ, с помощью чего это можно решить. Шаг четвертый. Нужно четко понимать, что вы продаете. Ну, для вас, наверное, не секрет, что мы продаем не баночки, которые чаще всего мы, вот, ну, многие выставляют именно как витрину. Отвечу сейчас, Анастасия. Как витрину, да, вот здесь нужно понимать, если вы продаете бизнес, то вы продаете что? Это финансовая свобода, это путешествия, это красивые наряды, это дом моря и так далее. То есть нужно вот, и тогда у вас через ваши посты, через ваш видеоряд, вот, должно это проходить. Если мы продаем бады, то что мы продаем? Это здоровье, это счастье, это свобода. То здесь вот тоже это должно идти. Если мы продаем парфюм, допустим, да, что мы продаем с этим? Это как наш наряд, да, это ваша привлекательность, это ваше очарование, это удовольствие для самого себя. Если вы продаете, ну, вот тут бижутерия еще представлена, да, вот поэтому говорят, что если бижутерия хорошая, да, красивая, то это внимание мужчин, это статусность, неповторимость, стиль, вкус и так далее. И если себя как наставника, вот, знаете, сейчас это вышло снова на вот такой очень важный, очень высокий уровень, потому что в связи вот с антикризисной такой стратегией, скажем, или ситуацией с кризисной ситуацией, ну, кризисы всегда, знаете, растут. И, в общем-то, я сама пришла в компанию в 2000 году и с компанией прошла не один кризис, да. И поэтому, если продаем, вот сегодня это очень важно, что себя как наставника, то есть вы гарантируете что-то, да, защищенность, быстрый старт. Это как раз вот второй уровень пирамиды Маслоу. То есть вот это как раз для поддержания такое. И смотрите, вот у нас и первый уровень пирамиды Маслоу, он тоже, мы его тоже закрываем нашим продуктом. Что это важно? Это еда, это вот средства гигиены, никто не отменял, и все будут все равно мыться, краситься. За женщины, вот даже, знаете, вспомню, 98-е года, денег не было, ничего невозможно было достать в магазинах, но женщины, я работала в то время в школе, говорили, губную помаду я в любом случае куплю. Вот, поэтому вот эти как раз сейчас, почему вот в кризис сетевые компании приобретают такой рост и выходят на другие уровни, потому что мы закрываем как раз первые два уровня пирамиды Маслоу. Ну, здесь я сразу, Настя, отвечу, чтобы уже это, сколько страниц можно иметь в ВКонтакте? Можете хоть сколько, но сейчас, на сегодняшний день, кто-то работает еще спамом, вот делает много-много страниц, но это не рекомендуют. И лучше сделать разные сообщества интересные, сообществ, пожалуйста, хоть сколько можете создавать, а страница ваша, ваша экспертность, ваш бренд, вот страница должна быть одна. Это вот мой, такое, мое твердое убеждение, и оно появилось у меня, ну, я прошла уже очень много вот обучений разных. Как целевая аудитория? Нужно четко понимать, кто ваш клиент, кто ты, как я тебя узнаю в толпе, да, как мы будем с тобой работать. Посмотреть, кто ваши клиенты, кто ваша целевая аудитория, и тогда вы будете уже и свой статус оформите под это, и будете контент уже писать именно для своей целевой аудитории, которой будет интересно. Поэтому очень важно, я сама очень долго вот так, знаете, бьюсь-бьюсь, что вот начинаешь целевую аудиторию, а как ее подобрать, кто она? И поэтому, вот смотрите, как подойти к определению целевой аудитории. Ваша целевая аудитория – это вы несколько лет назад и несколько лет вперед. Поэтому говорят плюс-минус пять лет, десять. Ну вот смотрите, если я возьму и буду вести свою вот такую страницу, и буду для мамочек в декрете, мне уже за шестьдесят, да, и я уже вот тех проблем, которые мамочки в декрете имеют, я их просто не знаю. А вот кто женщины пятьдесят плюс, вот это мне близко. Я знаю их страхи, я знаю, как их преодолеть, и могу вот с этим работать. Поэтому выбирайте свою вот такую целевую аудиторию, чтобы до – это тот путь, который вы уже прошли, да, потому что они похожи на вас, и они этот путь будут проходить. И после вот какого-то этого тоже уже вы идете и это осваиваете. Это те люди, с которыми вы хотите работать. Поэтому потратьте время на определение целевой аудитории. Это архиважно, просто архиважно. И вы пишите для себя, ну, знаете, вот до тридцати более каких-то болей, проблем, которые волнуют вашу целевую аудиторию. И тогда вы сможете и контент подавать тот, который нужен, потому что вы будете решать их проблемы. Что будете транслировать? Это вот как раз через ваши посты, через ваш аватар, через ваше позиционирование. Ну и вот самое главное, о чем вы будете писать, да, это будут смотреть на вашу внешность. Поэтому говорим, что фото должны быть качественные. Я сама вот все думаю, надо сходить и сделать профессиональную фотосессию. Можно объединиться с кем-то и сделать, то есть сделать эти фото. Очень красивые. Просто вот сейчас на курсе у нас девушка одна сделала. Я зашла вчера к ней в группу. Думаю, как же красиво, надо делать фотосессию, обязательно идти. И ваш образ жизни. То есть спрашивают, а что нужно писать? Вот только там, допустим, если позиционируешь себя как бизнесмен, но тогда вы все равно показываете, показываете свою жизнь. Потому что сегодня на первый план выходит личность. Личность, не эксперт. Экспертность именно через проживание, через то, что вы делаете. Вот там идет экспертность. То есть что вы можете сделать, чтобы начать соответствовать, определитесь. Как вы можете дать понять вашей целевой аудитории, что вы то, что им нужно. Вот именно что вы можете решать их какие-то задачи, их проблемы. Я взяла вот буквально несколько таких фотографий с разных, со своих, где-то не с обучающего нашего курса брала. Вот о чем посты, да? Вот, пожалуйста, одно представление. Вот другое. То есть здесь показываешь, очень любят смотреть, каков ваш день, какое-то закулисье. Если вы готовите какое-то мероприятие, какое-то событие, то показать закулисье и так далее. Это тоже я показываю. Помогу создать свой аромастиль, научу превращать это в доход. Вот любите парфюм и, соответственно, вот уже там определенные действия. Показывайте вашу экспертность через ваше обучение. Это ваши различные сертификаты. Это когда вы проходите какие-то обучения, об этом тоже пишите. Это повышает вашу экспертность. Вот видите, тоже такие фотографии, которые, в общем-то, показывают уровень жизни. Ну и, конечно, таким очень-очень важным, ну, наверное, одним из новых инструментов, это новый инструмент визитка. Визитка. Вконтакте позволяет создать ботов. Можно создать ботов, пожалуйста, сколько угодно. И об этом я тоже сейчас чуть позже скажу. И вот визитка, она как раз основана на этом. Вчера для себя открыла, что свою визитку надо посмотреть. Там что-то у меня сбилось. Вот сам мини-сайтик такой, он у меня исчез, скажем так. Поэтому, думаю, надо посмотреть, что же там произошло. Давно не заходила просто в свою визитку. Вот такая у меня сделана визитка. Узнаете обо мне и получите подарок. И потом человек нажимает на кнопочку, он присоединяется, значит, и пишет слово там узнать. И выходит у него, что здравствуйте, меня зовут. Это я, видите, тестировала сама вчера, чтобы показать. Меня зовут так-то, так-то. Приятно познакомиться. У вас есть две возможности узнать обо мне. Первое, просто получить всю необходимую информацию. Для этого нажмите кнопку 1 и получите информацию. А второе, узнать обо мне, немного поиграть. Выполнить простые и важные для вашего бизнеса задания. И еще получить ценные образовательные подарки, которые помогут вам в продвижении вашего бизнеса. Нажмите кнопку 2, получите подарок. И вот человек, это ему приходит в личное сообщение через рассыльщик. И человек проходит по этой визитке, а там у меня уже подготовлены другие слайды. И когда, ну это некая такая автоматизация. Так, перескочила. Так, ага. Нет, не туда. Так. Шаг 6 же, перескочила. Вот видите, нажмите, получите подарок. И дальше появляется, вот если человек нажал, вот это на синюю кнопку он нажал, что это, у него появляется личная история. Он может прочитать мою личную историю, узнать о моем бизнесе, может что-то узнать, что он может получить бесплатно. И дальше он может задать вопрос. И вам в рассыльщик это все приходит, и вы сможете, когда он проходит тест, вы видите, что человек попал уже в вашу рассылку. Сейчас я об этом буду говорить, почему это важно. И, значит, вот он, вы с ним уже можете связаться. Либо на вторую кнопку нажал, там уже более развернуто все. Это вот тоже очень интересная такая, такой элемент гиммификации. Кроме этого, можно делать рекламу ВКонтакте, настраивать ее несложно. Я просто, знаете, ну как-то вот рекламу все не давала, один раз давала немножко, и все. Но понимаю, что сейчас вот есть, конечно, продвижение ВКонтакте, такие, ну скажем, бюджетные, да, которые без денег можно, бесплатные такие. Есть такие способы, вот, тоже на своих занятиях я об этом рассказываю. А есть бюджетные, ой, уже за деньги. Но без рекламы сейчас очень-очень сложно продвигаться. Особенно сейчас конкуренция очень большая будет. И поэтому на, вот, рекламный кабинет, он есть, его можно прям там же ВКонтакте, вы его можете настраивать. Что необходимо сейчас, вот, на что особенно нужно уделить внимание. Мы показываем, я уже вот на этом прям заостряю внимание, что мы показываем на личном профиле, мы показываем себя как личность, как эксперта. Больше сейчас покупают у личности, я уже сказала. Второе, нужно создавать активное сообщество для продаж. Сейчас это тоже вот архиважно, потому что, если раньше, вот, сообщества мы создавали больше только для того, чтобы, ну, для технических моментов. Потому что сендлер рассылщика можно подключить только в сообществе. На личную страницу ты сендлер не подключишь. И вот я, допустим, визитку сделала в сообществе, да, а потом уже ее вот через посты уже я ее продвигаю, допустим, и в личном. Поэтому сообщества сейчас, они играют вот такую роль важную. И поэтому, смотрите, там очень удобно, мне чем нравится ВКонтакте, очень удобно проводить марафоны, удобно проводить обучение, потому что создаешь закрытую группу, проводишь обучение, информация вся остается, и ты решаешь, насколько ты там, допустим, на месяц ты ее не закрываешь, эту группу оставляешь. Либо ты говоришь, что она остается вот в их пользовании навсегда. Вот у меня, допустим, по копирайтингу, да, есть группа, которая нам оставлена, и я, это уже прошло, ну, наверное, года два, а я нет-нет, туда возвращаюсь и снова смотрю, читаю и что-то беру снова оттуда. Поэтому вот это очень удобно. Вот мы проводили очень большой марафон, вот Анастасия Монтатова подтвердит, да, звук, скажите, звук есть у вас? Пропал только у Анастасии или пропал у всех? Анастасия, значит, перезайдите, либо, значит, звук нормальный. Мы проводили марафон, где у нас участвовало 152 человека, был недельный марафон, и была масса информации, прогревающая и различная, поэтому вот тоже очень-очень удобно. Дальше, что еще сейчас необходимо, это вот в отличие, если в Инстаграм там больше работала картинка, то в ВКонтакте работает контент в большей мере, который показывает вас как человека и мастера своего дела. Смотрите, если вот, я говорю, контент спрашивают, а какие посты должны быть, какие лучше читают, длинные, короткие и так далее, да, так вот здесь должны быть разные и короткие и длинные. То есть контент вы составляете, контент уже, чтобы он был у вас разнообразный, чтобы он был у вас полезный. И в то же время, вот как говорят, когда вы печатаете, если статья, если пост ваш большой, но очень интересный, иногда читаешь, вот просто захватывает тебя с первых букв, ты погружаешься туда, и уже понимаешь, когда прочитаешь огромный-огромный текст, вернее текст, здесь еще очень интересные вот статьи, да, это лонгриды создавать. Это тоже очень интересно, потому что лонгрид, вы туда можете все и картинки, и текст, и видео вставить и так далее. Это тоже вот отдельный разговор по лонгридам. И, конечно, вот золотым таким активом является база подписчиков. Вот не те подписчики, которые у вас на страничке, этих подписчиков где-то могут, потому что умная лента, она так работает, что показывают, да, вот если и вам показывают посты ваших конкурентов, и им точно так же. И поэтому ваших подписчиков где-то могут там перевести, вот эти, которые здесь, если у вас неинтересно на странице. А вот когда вы создаете базу подписчиков через Сэндлер, вот это ваш золотой запас, ваш золотой актив. Этот у вас никто не уведет, потому что это ваш. База подписчиков в мессенджерах ВКонтакте, в Телеграм, ну не секрет, что это ваш золотой актив. Для чего нужны подписчики, да, это лояльная аудитория. Вы всегда можете к ним что-то написать, их куда-то пригласить. И поэтому вот базу подписчиков очень важно создавать. Уведомления о каких-то акциях, спецпредложениях. Если у вас есть такая база, то вы всегда будете при деньгах. Вот как привлекать? Можно создать простую воронку. Вот это пример самой простой воронки. Через лид-магниты. То есть создается лид-магнит, создается мини-сайт для лид-магнита. И человек заходит, рассылщик ему Сэндлер, он попадает в наш рассылщик Сэндлер. Ему приходит сообщение, и потом он получает этот лид-магнит. И дальше мы уже через прогревающие серии писем, которые мы настраиваем в Сэндлере, они ему, в этом мы его подогреваем. И таким образом мы продаем. Что мы можем продать? Мы можем продать приглашение на консультацию. Сейчас вот бизнес-консультации очень востребованы. Либо другие какие-то консультации, пожалуйста, консультации по продукту, консультации по бизнесу, по каким-то вашим, то, что вы еще хотите продать. Либо это приглашение может быть на вебинар. Это тоже может быть продающий вебинар, обучающий вебинар и так далее. Это вот простая воронка, которую можно легко сделать. Что еще ВКонтакте? Когда мы говорим о лид-магнитах, это могут быть какие-то чек-листы, электронные книги, списки какие-то и так далее. Но новым инструментом являются гемифицированные лид-магниты. Это различные тесты. И через тест очень много... Можно вот у меня на личной странице есть тест, подходит ли вам сетевой бизнес, допустим. И когда человек проходит, он там получает PDF, получает для себя полезность. И вот либо простые какие-то... Вот, пожалуйста, тест ошибки в зимнем уходе за кожей лица нам подходит, да, полноценность питания, уход за кожей, шеей, декольте, тест. Тестов можно много найти. И важно находить тесты, которые идут с ответами. Тогда легко сделать вот такой лид-магнит гемифицированный. Либо это будет тест какой-то. Вот, и поэтому люди с удовольствием как раз вот через тесты входят, вот через подобные такие, они входят в вашу воронку продаж. Были вопросы, вот я сейчас, которые задавали мне раньше. Сколько нужно подписчиков, чтобы получать продажи и заявки в бизнес? На этот вопрос однозначного ответа нет. Это зависит от вашей целевой аудитории. Насколько вы ее четко подобрали, насколько вы четко ее определили сначала, да, а потом насколько четко вы ее пригласили. Если у вас очень много будет нецелевой аудитории, то тогда, ну, будет очень-очень плохо работать. А еще вот там, когда друзья у нас, да, то почаще проверяйте на собачек, так мы называем, потому что, когда человек удалился, то появляется голова собачки. Если вот этих собачек будет у вас много в списке ваших друзей, то лента тоже тормозит, снижается уровень эффективности, значит, ваших постов всех. Поэтому от собачек надо чистить. Я вот раз в месяц обычно чищу от собачек. И кажется, ну, уже вот там, вот только чистила. А заходишь, человек 5-10 обязательно есть, кто удалился. Вот. Зависит от лид-магнитов. Насколько он интересен, насколько он привлекает подписчиков, и насколько он четко вот под вашу целевую аудиторию, насколько он решает эту проблему. Ваши рекламные страницы. То есть, что вы рекламируете, как вы рекламируете. Вы, был вопрос по хэштегам. Как работают хэштеги? Вот в Инстаграм писали очень много хэштегов. Раньше здесь тоже писали много хэштегов, но в последнее время с хэштегами нужно быть очень-очень аккуратными. Потому что хэштеги как раз вот понижают уровень, то есть продвижение в ленте, в новостной ленте. Поэтому еще понижают уровень, это обилие смайликов, не более 5-6 смайликов. И прямые призывы, поставьте лайк и так далее. То есть вот это все тормозит показ вашего поста в ленте. Хэштеги какие можно? Если вот вы какой-то тренинг проводите или еще что-то, и вам важно, чтобы нажать на хэштег и посмотреть вот всех, кто выложил подобные посты, тогда ну один там хэштег, ну два это уже максимум. Вот поэтому сильно много хэштегов писать не нужно. Вот там задавали вопрос, за что могут заблокировать страницу. Заблокировать страницу могут быть, если вы будете превышать лимит приглашения в друзья. Лимит в день, вот на последних обучениях нам говорили, что 40 человек в день. Точно так же лайков. Если будете ставить очень много лайков, значит, в других этих самых группах где-то, то вот тоже не более 40. Больше могут заблокировать вас. Какие размеры спрашивали вот картинок? Значит, если это картинка для витрины товаров, она квадратная, тысяча на тысячу, да? Это вот как раз в продающей группе, в сообществе, да? Там можно сделать каталог продукции, там можно вот продвигать все и туда же подключать слизу. Вот как заработает снова, да? Сейчас приостановят ее. Картинки для истории, для постов именно. Это 1080 на 1920. Ну, вообще вы вот эти все размеры можете найти в интернете, их много. Обложка для сообщества, которая вверху длинная вот эта. 1590 на 400, либо 1590 на 530. Какие возможности? Проводить прямые эфиры, точно так же stories, клипы, приглашений. Рассылать приглашения, 40 приглашений в день. Клипы вы увидите слева, да? И точно так же на, вот я здесь не написала, но есть возможность создавать сайт прямо ВКонтакте. Свой сайт, сайт-блог, допустим, можно ВКонтакте прямо создать. И тоже здесь не написала, почта есть ВКонтакте. И вот сейчас тоже задумалась, что говорят, что если Google Диск заблокируют, то надо смотреть, где какое облачное хранилище. Да, Яндекс.Диск, либо вот можно, здесь тоже есть облачное хранилище, когда вы можете обмениваться, тут же вот работать в этих, в каких-то документах вместе. И для себя открыла групповые звонки, вот честно, я их не делала. И очень так, когда начала, я всегда считала, ну, групповой звонок там 2-3 человека. А вот с помощью обновленных видеозвонков вы можете эффективно проводить лекции, конференции, собрания, презентации, общаться, значит, со своими людьми, и здесь бесплатно и без лимита во времени. То есть вот точно так, значит, там раньше было 128 человек, можно было за одно и то же время вот подключить, а сейчас вообще без лимита, сколько вы подключите. И как в Zoom у вас будет вот точно такая же картиночка, и вы это все будете, скажу сейчас, и вы будете это все видеть, и там есть и демонстрация экрана, и все прочее. Значит, так, осталось немножко времени. Вот смотрите, звонки ВКонтакте. Это, ну, тут вот еще стоит, что до 128, я думаю, ну, даже 128 человек, это тоже очень-очень хорошо, да. Присоединение по ссылке, можно на смартфоне, можно в браузере, демонстрация экрана, режим оратора, чат точно так же, кнопки, выключить микрофон может, администратор, можно подключать виртуальные различные фоны во время демонстрации. Вот видите, здесь все тоже, картиночки просто взяла, поэтому скажу честно, это я еще не пробовала, это предстоит попробовать. Так как Zoom сейчас, вот оплата Zoom, мы не знаем, в этом вот следующем уже пройдет, будет снята или нет, но она стала очень дорогой и, в общем-то, ищешь другие площадки. Вот можно либо ВКонтакте, либо можно Яндекс.Телемост, Телеграм сейчас такую дает возможность, поэтому можно найти. Ну, вот здесь она, есть такая возможность. Ну, и прямые трансляции, проводить, значит, это через ВК Live, можно, можно через приложение установить себе OBS Studio, тоже хорошо, очень хорошее качество, и вот это все, в общем-то, решает. Ну, вот я как могла здесь, знаете, вот более подробно, если говорить о самом продающем сообществе, это тоже отдельная встреча, причем большая встреча, если еще с отработкой. Это я говорила больше сегодня о личной странице, о личном аккаунте. И как смогла вам донесла. Сейчас посмотрю ответы на вопросы. Чем отличаются друзья от подписчиков? Ну, вот друзья и подписчики, подписчики, если они у вас в базе, через сендер собраны, вы на них можете делать рассылку. Если они, вот здесь, значит, только умная лента, когда вы даете рекламу, особенно будет, если у вас в друзьях будет очень много нецелевой аудитории, рекламу будут показывать, а она будет просто сливаться, потому что это не та целевая аудитория. Поэтому вот есть это. Есть ли отложенное сообщение, да, например, с днем рождения? Смотрите, у нас же мы печат, мы посты можем создавать, вот составили контент-план, написали, сели, потратили там, допустим, два часа на всю неделю, написали посты все, да, поставили все картинки, все готовые посты и каждый выставили, когда он у вас пойдет на публикацию. То есть отложенные вот такого рода вот есть возможности. Посмотрим, нужен марафон. Сейчас еще посмотрю вопросы во вкладке вопросы. А, за что могут заблокировать, вот я ответила, да, как перевести из друзей подписчики, просто нажимаете кнопку друзья и их, они у вас перейдут, то есть там ставите, что вы его из друзей как бы убираете, он у вас попадает автоматически в подписчики. Но вот лучше, вот знаете, вот этот сейчас вот такую сделать процедуру очень-очень сложно. Лучше сразу вот изначально обращать на это внимание и в друзей ставить именно вашу целевую аудиторию, вот такую конкретную, на которую вы будете работать или вот ваши друзья, там уже прям ваши-ваши друзья. Вот. Раньше, видите, вот я 100 подписчиков, я честно скажу, первых 100 подписчиков я делала вручную, но я их просто нагоняла, скажем так, туда. Теперь понимаю, что за долгое время уже там почистилось очень много, но все равно. Вы просто когда нажмете на кого вы хотите перевести, убрать из друзей, ставите, он автоматически у вас попадет в подписчиков. Так, еще смотрю, какие вопросы, на какие вопросы я не ответила, сколько страниц ответила, про блокировку ответила, ответила. Есть еще вопросы, я просто сейчас вот хочу вам вот такой слайд, что, да, сегодня время профессионалов, и вот на таком, знаете, дилетантском уровне очень-очень сложно продвигаться в интернете, вы это знаете, тот, кто пришел из Инстаграма тоже понимает, что это, в общем-то, вот сложно проходить. И я хочу вам сказать, что пригласить вас вместе со мной пойти на крутой вебинар для сетевиков именно по ВКонтакте, да, это 22 марта, в 19 Москвы, я понимаю, что для Дальнего Востока это очень-очень уже так сложно тяжело, я тут сама два вечера накануне три даже вечера получается вот на подобных вебинарах, но у нас хотя бы в 11 начинается, два часа идет, в час заканчиваю, да, ложусь спать там, вот. Кому это интересно, я просто почему приглашаю туда, я у этого человека учусь сама, она сама сетевик, была сетевик, сейчас занимается только обучением, и вот принимали они решение, что будут только СММ, я в клубе просто у этого человека, мы очень много там получаем информации в этом клубе, вот чем-то я с вами сегодня делилась, большинство было это у меня взято либо из платных моих тренингов, которые я проходила, вот, и поэтому я вас приглашаю, у кого есть интерес, вот на такой вебинар именно это знаете, как сейчас антикризисные поддерживающие такие встречи она проводит, и вот здесь мы просто попросили сетевики, мы обратили, что нам нужна такая встреча, потому что там не только сетевики вот у нас в группе, но здесь именно она говорит, я расскажу именно сетевикам, как продвигаться, и вот она продает тренинг, я иду на этот тренинг, именно конструктор ВКонтакте, тоже очень интересно, поэтому кому интересно, можете присоединяться ко мне в группу в Телеграм, ссылка в в обкладке вопросы, вы можете присоединиться, и когда у меня будет ссылка, я вас туда приглашу, вот тех, кто зайдет, ну и в этой группе вот в Телеграм, я ее только создала, поэтому там пока ничего нет, я могу отвечать на какие-то ваши вопросы, чем-то могу вам быть полезно, поэтому, пожалуйста, можете туда заходить, присоединяться, и вместе осваивать ВКонтакте, кому это интересно. Кто-то уйдет, сейчас новый Инстаграм будет, и уже российский, сегодня в новостях слышала, что 28 марта уже он будет стартовать, поэтому кто-то уйдет туда, кто-то останется, но мне ВКонтакте очень-очень нравится, я просто люблю эту социальную сеть. То, что писала Света, что марафон, ну, можно подумать о марафоне, как и что сделать, по этому поводу. У меня все, пожалуйста, какие ваши вопросы, в час я уложилась, какие ваши вопросы можете мне задать. Хорошо, все. Спасибо, что уделили утреннее время. Возможностей очень много ВКонтакте, очень много. У нас есть, допустим, группа, своя, там, знаете, еще чем интересно, вот ты сообщество создал и можешь создать много веточек для обсуждения и какие-то веточки, вот у нас есть группа по работе с целями, допустим, да, это структурная у нас группа и вот там у нас у каждого своя ветка есть и в этой ветке мы пишем, допустим, я каждый день пишу свой план, вечером пишу отчет, пишу свои выводы и так далее, поэтому это все позволяет делать в контакте, это очень интересная техника. Работы действительно очень много по освоению, у меня у самой голова просто кипит от того, что можно делать разные способы продвижения и так далее, поэтому это сейчас очень-очень актуально. спасибо вам. Анастасия, помните, проводили марафон ВКонтакте, было как интересно, да? У меня вся информация, поэтому всем хорошего дня, хорошего настроения и плодотворной работы. ВКонтакте.